Вот те, которые уверовали. Однажды посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в битве при Ухуде сказал слова, которые стали причиной неспослания аята. Это аяты, которые указывают человеку на то, что все, что в жизни человека происходит, оно происходит по воле и милости Всевышнего Аллаха, субханаху ата'алла. Наша праведность, она не является гарантией того, что человек в этом мире не испытает сложности и трудности. Хадисы, которые передает Анас ибн Малик, Ради Аллаху Анхума, Ради Аллаху Анхума, он сказал, в битве при Ухуде был поранен посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. У него был сломан зуб, коренной зуб, и его правая щека была рассечена. Его заливало кровью, которую он вытирал ее с себя. И тогда посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, как же может преуспеть народ, который поранил, ранил своего посланника, в то время, как он призывает их к единому Господу, к Аллаху, субханаху атеаля. Это было возмущение пророка Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям, его удивление, что такое могло бы случиться с ним. Слова посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, указывают на то, что эти люди никогда не преуспеют. Раз они ранили посланника, раз они воюют с ним, то они никогда не преуспеют. Всевышний Аллах, субханаху атеаля, ниспосылает аят и говорит, лейсалака минал амри шей. Ауятуба алейхим, ау юазибахум, фаиннахум залимун. Аллах говорит, в твоей власти, о Мухаммад, нет ничего. Если Аллах пожелает, Он им простит. Но если Аллах им пожелает, то Он их накажет. Поистине, они творящие несправедливость. Аллах далее говорит, ва лилляхи ма фи ссамавати, ва ма фи л ар, и агфиру лимайя шау, ва юазибу майя шау, ва Аллаху гафур ррахим. Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Аллах кому желает, прощает его прегрешение. А кого пожелает, Аллах наказывает за его упущение. Поистине, Аллах прощающий, милосердный. Данный аят дает всегда надежду грешнику, неверующему осознать ошибку, покаяться и прийти к Аллаху, субханаху ва та'аля. Но в то же время эти аяты указывают на то, что праведность верующего, его поклонения, его намазы не делают его особым или же не дают ему гарантии того, что он не будет испытан в этом мире. Что трудности он избежит их. раз он праведный, значит, его это все минет. Нет. Мы все остаемся людьми. Боль, трудность, страдания каждый из нас будет ощущать, они будут касаться человека. Но отличие верующего от неверующего в том, что когда верующего постигает трудности, испытания, он проявляет терпение и прибегает к Аллаху, субханаху ва та'аля, за помощью. Когда же неверующего постигает трудности, то он начинает ругать всех и вся. и он не понимает, за что его это постигло. Аллах в другом аяте говорит, я юханнас антуму лфукара ил Аллах. О, люди, Аллах говорит. Вы нуждаетесь в Аллахе. В то время, как Аллах в то время, как Аллах субханаху ва та'аля самодостаточный, восхваляемый. Этими словами Всевышний Аллах субханаху ва та'аля напоминает человеку его настоящее призвание в этом мире. А это Аллах говорит. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Поклонение означает прибегали к Аллаху, взывали лишь к Нему одному. Так же Всевышний Аллах субханаху ва та'аля говорит. Если Аллах пожелает, то Он уничтожит вас и приведет другой народ. Народ, который будет взывать к Аллаху, народ, который будет почитать Аллаха, поклоняться Аллаху и не будет грешить. Аллах говорит. И ни одна душа не понесет ношу другой души в судный день. Это ответ каждому, который говорит. «Мой дед читал Коран. Мой дед был имамом или переписывал Коран. Моя бабушка читала Коран». Тем самым надеясь, что праведность его родственников, его близких в судный день поможет человеку чем-то. Но Аллах далее раскрывает настоящую суть судного дня и взаимоотношения родственников. Аллах говорит. «И когда человек призовет свою тяжелую ношу, призовет другого, чтобы он помог ее понести в судный день, а именно помог ему отвечать за свои деяния, он получит в ответ отказ даже от самых близких родственников. Самый близкий твой родственник, твоя мать, твой отец, твои дети, твоя супруга, твои братья, в судный день каждый из них будет говорить на все, на все. Я сам, я сам. То есть каждый будет переживать за самовосибе. Аллах говорит. А пророки Мухаммади салаллаху алейхи в салям и акарани Аллах говорит. «Иннама тунзиру الذين яхшевна раббахум бил гайб ва акаму ссала ва мен тезакка фа иннама тезакка линевси ва илэлллахи лмасыр». Поистине о ты, Мухаммад, ты увещеваешь о сокровенном, ты увещеваешь о Аллахе, которого они не видели, но они уверовали в Него и они выстаивают молитву. Увещевай тех, которые уверовали в Аллах, не видя Его и те, которые выстаивают молитву. А тот, кто очищается, то есть делает тауба и стихфар за свои грехи, он очищается только за себя и не очищает человек свою душу за своих родственников. И все вы вернетесь к Аллаху. Эти слова Аллаха субханаху вата'аля должны нам напоминать о том, что именно мы, люди, мы нуждаемся в милости Аллаха, в поддержке Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах говорит, о люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Он не нуждается в вас. Человек создан изначально слабым, и Аллах говорит, физически, духовно, материально. Человек слаб. И Он всегда нуждается в Аллахе субханаху вата'аля. Аллах говорит и напоминает этими словами каждому, который возгордился своим имуществом, возгордился своим статусом, своей силой, своей властью и славой. Аллах говорит, что ты нуждаешься в Аллахе. Прибегай к Аллаху за помощью, прибегай к Аллаху с покаянием и прибегай к Аллаху с молитвами. Всевышний Аллах говорит, если вы проявите высокомерность, вы посчитаете, что вы молоды, вы успеете, еще все впереди, вы успеете покаяться, вы успеете начать совершать намаз, поститься в месяц Рамадан или дать закат, или совершить хадж, Аллах говорит, если Аллах пожелает, то он вас заменит и приведет другой народ, других людей. Эти слова Аллаха настолько пробирают душу всякий раз, когда ты желаешь совершить благое и откладываешь его на завтра. Дать, например, милостыню бедному. расходовать на пути Аллаха, построить мечеть, построить школу, печатать книги или же просто помогать сиротам, бедным. И откладываешь всегда это на завтра и говоришь иншаллах когда-нибудь сделаю и свои деньги держишь при себе как будто бы ты их заберешь с собой. Аллах говорит, знай, что Аллах приведет за место тебя другого. Ты будешь ждать в стороне, а придет тот, который сделает это. Аллах приведет другого, который поднимет флаг ля илля илля Аллах, поднимет флаг призыва, будет делать это. не думай, что на тебе держится все. Так же сама и праведность. Когда ты откладываешь табу, истихфар, намаз, праведные деяния, знай, что Аллах не нуждается в них, а в них нуждаешься именно ты. если ты не станешь праведным и не будешь просить прощения, то Аллах приведет, то есть у Аллаха будут другие рабы, которые будут восхвалять Аллаха, которые будут прибегать к Нему с покаянием, и Он не нуждается в твоих словах и в твоей мольбе. И поэтому, если Всевышний Аллах дал тебе имущество, и дал тебе знание или возможность расходовать его, знай, что Аллах выбрал тебя. Если Аллах научил тебя Корану, научил читать Коран, дал тебе хорошую память, знай, что это милость, которую Аллах пожелал дать тебе. И если ты не воспользуешься ею, то Аллах обязательно даст ее другому. и другой человек он станет хафизом, он будет знающим, он будет да'ем, он будет призывающим. Это говорит о том, что если мусульмане в любом обществе или какой-либо джамаат в любом обществе будет инертным, будет бесполезным, бесполезным к обществу, в котором он живет, к мусульманам, среди которых он живет, и будет бесполезным к религии Аллаха субханаху ва-та-аля, то пусть знает, что Всевышний Аллах просто дал ему временный шанс. Аллах дал ему временную возможность. Если он ее не использует, то обязательно Аллах приведет других, которые сделают это дело. И Аллах на мольбу нуждающихся ответит обязательно. когда кто-то из нуждающихся поднимает руки к Аллаху и говорит о Аллах помоги дай мне рыск, а затем ты имея возможность проходишь мимо него, когда он у тебя попросил, или ты знаешь о его нужде, ты прошел мимо, знаешь, что Аллах ответит на его дуану другим человеком, но не твоим жадным имуществом, которое ты пожалел потратить на пути Аллаха. И такому примеру можете приравнять любое благое деяние, которое в исламе существует. Поэтому Аллах говорит, Аллах самодостаточный. Твоя праведность не делает тебя особым перед Аллахом. Твоя праведность для тебя, и поэтому Аллах говорит Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям, тебе ничего не принадлежит, в твоей власти нет ничего о Мухаммад. Это ответ каждому, который взывает сегодня к умершим и к Мухаммаду салаллаху алейхи вассалям. Аллах говорит ему, будучи при жизни, что нет в его власти ничего. И также мы должны понимать, что наша праведность, наши благие деяния не делают нас особыми. Мы не должны своей праведностью кичиться перед друг другом и тем самым принижать других, которые слабее перед Аллахом. То есть в поклонении, в имане. И поэтому праведность у Аллаха не оценивается длиной нашей бороды или нашего хиджаба оценивается сердцем. И без сомнения иман в сердце он выражается в поступках. Но часто мы стали прикрываться исламом. Одевать хорошие широкие абаи, никавы, отпускать длинные бороды. Но поступки наши порой заставляют ужасаться. И ты видишь, с бородой может презрительно смотреть на того, кто без бороды. Или женщина в никабе, в абаи может с презрением смотреть на ту, которая возможно еще слаба, совсем недавно приняла ислам, и ее хиджаб не такой уж полноценный. Наша праведность, если заставляет нас гордиться и возвышаться над другими, то Аллах не нуждается в этой нашей праведности, и она нам только навредит. И это дверь, которая открывает шайпан для человека, и человек иногда не ощущая, не замечая, он впадает в нее. Также Всевышний Аллах напоминает о том, что каждый из нас, каждый из нас понесет свою ношу в судный день. ноша означает наше деяние. Каждый из нас будет отвечать в судный день сам за себя. И никто не сможет или никто не будет отвечать или нести ношу другого человека, отвечать за его грехи, за его проступки. И даже если близкий родственник попросит в судный день, чтобы его родственник облегчил его ношу, взял что-то на себя, он откажет ему. Знаете, почему? Потому что страх судного дня настолько будет сильным, что каждый пророк будет говорить, Аллах сегодня разгневался так, как никогда не гневался. И каждый будет испытывать страх настолько сильно, что откажет даже своему близкому. Своей матери, которую он любит сегодня, уважает, ухаживает, детей, супруги, братьев. И поэтому это говорит о том, что в этом мире время задуматься о будущей жизни. Ведь Амар и Хаттаб говорил «Хасибу анфусакум каблянту хасибу». «Сегодня отчитывайте себя до того момента, пока вас будут отчитывать». То есть Судный день. Всевышний Аллах говорит о Мухаммаде сал Аллах алейхи вас сал и это пример для каждого из нас, что мы должны быть увещевателями. И он увещевает тех, которые уверовали в Аллах, не видя его воочию. Но они уверовали в Аллах. И они выстаивают молитву. Поэтому молитва намаз без нее в судный день человек будет в убытке. Не время откладывать ее на завтра, не время откладывать ее на послезавтра, на старость и тому подобное. Всевышний Аллах установив время молитвы установил встречу с тобой. Если ты не пришел на эту встречу, то после этого приход к этой встрече бесполезен. Подобно тому, как ты пришел на остановку, на автобус, который уехал. Сколько бы ни стоял на этой остановке, будет бесполезно. Так же самое и намаз. Если Аллах установил время намаза, значит, ты должен его совершить именно в это время. И без причины, уважительной причины, ты не имеешь права его оттянуть, не совершить. Я часто напоминаю об этом, особенно сейчас в зимний период, когда намаз за намазом. И Аллах говорит поистине тот, кто очищается, очищается от грехов, он очищается только для себя. Поэтому твоя праведность для тебя. Твои праведные деяния для тебя, потому что ты в них нуждаешься. И все мы вернемся к Аллаху. Я прошу Аллаха помиловать нас, когда мы вернемся к Нему. к Аллаху. Аллаху. Продолжение следует...